Чем мне нравится Одесса? Что много солнца. Улыбаются люди. Это, конечно, для меня очень положительно. Спокойный, рассудительный и справедливый. Таким предстал перед игроками и болельщиками новый белорусский наставник черноморца Олег Дулуб. По словам тренера, на первом месте атмосфера внутри коллектива. Сначала стандартно, нужно вести порядок раздевалки. Раздевалка – это как живой организм, она должна звучать. Должен быть смех, общение между игроками. Вот это первый этап. И он завершается завтра, послезавтра матч. После этого матча мы переступим уже ко второму этапу. Второй этап – доведение моделей игры до игроков. И рисунок игры будет определяться наличием исполнителя. Но пока я вижу то, что есть у нас в группе атаки. Очень быстрая группа атаки. Поэтому наличие скоростных атак. Черноморец усилили легионеры. Защитник Мамаду Вага и опорник Бамба выступали во Франции. А Лосан Андиае играл за английский Crystal Palace. А белорусский голкипер Александр Гутер работал ранее с Дулубом в Минском Динамо. Я знал, что может вызывать Черноморец белорусский тренерский штаб. И они вышли на меня с предложением помочь команде и для себя получить игровую практику. Поэтому я долго не думал. И буквально в следующий день дал ответ. Можно сказать, через день уже был в Одессе. Гутер всем запомнился сухими воротами в матче с чемпионом – шахтером. В той игре новичок вышел с капитанской повязкой и множество раз спасал одесские ворота. Это спонтанное решение. Потому что Люлька не играл, Мартынинка не играл, Бассен не играл. То есть игроки, которые действительно по харизме капитана. Дальше риск. Нужно было рискнуть матчи именно с шахтером, чтобы сделать небольшое переключение в голове у игроков. Он доволен тем, что получилось. Рискнули и все сложилось. Заставили это, я сказал, в шутку. Мне перед игрой подошли и вручили капитанскую повязку. Сказали, что нужно будет вывести команду. Конечно, для меня это огромная честь выйти с капитанской повязкой уже во второй игре. Вот поэтому не имел права подвести партнеров. И спасибо и тренерскому штабу, и игрокам за такую поддержку. При новом тренере у моряков уже трехматчевая беспроигрышная серия. Победа над звездой на выезде и ничьи с шахтером дома и карпатами на выезде. К подопечному Олегу Дулубу особый подход. Наверное, песни вместе поем. Какие песни? Разные? Шутка. Украинские? Украинские, белорусские, конечно, похожие. Но больше разговариваем. Разговариваем. Индивидуальные беседы, групповые. Потому что я понимаю, объясняю разницу между командами хорошими, командами, которые нельзя. Если мы хотим стать хорошими командами, нам нужно изменить атмосферу в команде. Бывают ситуации, когда нужно и жестко себя повести. На большинстве своем я сторонник того, что игроки должны осознанно делать то, что они делают на футбольном поле. Не как роботы, а как личности. Если они будут, ну, как творцы. Я вчера им говорил, что раб никогда не будет творцом. Естественно, если будут моменты, что-то не будет устраивать, я могу повысить его, но я не сторонник этого. Следующий матч Черноморец проведет против Ворску в воскресенье в 2 часа дня. Продлится ли беспроигрышная серия одесситов? Задача номер один для моряков – подняться в середину таблицы. А дальше – работа над новым стилем игры черно-синих. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал Репортер.